сергей доброе утро доброе утро андрей вот я хочу тебя попросить что мы сейчас будем записывать ролик по рынку да мы сейчас не будем говорить про газпром почему потому что я уже записал интервью большое с новиком кости и там очень много про газпром просто чтобы не подумали что меня газпром купил и все прочее так что мы будем говорить обо всем кроме газпрома согласен согласен вот только со звуком что-то у нас по моему или ты хорошо мне слышу я те так слышу хорошо шикарно да да что то просто в прошлый раз я купил новый телефон на нем чехол который закрывает микрофон и плыве я послушал почитал комментарии что как будто я там шепелявлю народ начало там что-то зубами на что-то людей интересует наверное больше чё там кого еще что-то чем наверное сама ситуация по рынку поэтому сегодня я вот даже наушники надел чтобы всю эту историю как бы посмотреть чехол снимать не хочется я но если нужно рентген зубов я пожалуйста я могу рентген зубов сереги дать если вам нужно слава богу пока все хорошо мама мама а могу свой свои зубы показать если кому-то кто-то интересуется зубами пожалуйста я что хочу сказать вот предначалом этого интервью не хочу чтобы она никого не сбывал не сбивала с панталыку если есть у кого-то торговый момент или торговый идея она может быть долгосрочными красочная да что потом не получилось что я мы послушали верникова или мы послушали дроздова например если бы я всех слушал бы у меня не было канал на ютубе потому на ютубе потому что 2000 девято сейчас как в 2008 году и 2009 до когда я начинала проект на ютубе а мне говорили зачем ты это делаешь это никому не нужно это не будет пользоваться спросом финансовый канал на ютубе вот я тебя это всех слушал бы то сейчас не было никакого канала то же самое у меня было с telegram каналом когда мы наша команда сделала канал платный telegram зачем ты делаешь канал час уже все сделали канала я говорю ребята и мы сейчас делаем платный канал потому что с концепция другая не как у вас у нас концепция в том числе трансляции других каналов вот и у нас концепция расчетов не просто там это кто-то сказал показала мы будем транслировать расчеты вот по рынку в том числе алексея бачарова и вот канал успешно развивается telegram можете подписаться вот но если бы я людей сейчас слушал я бы и золото не купил поскольку я покупал по 100 1700 что ли нику ничего бы не делал потому что всегда есть критики всегда есть недовольные и надо быть просто вот если у вас есть какая-то идея например вы верите в новотек вы и верьте вот чтобы вас никто не сбивал вот вот такое моим такая моя мысль как ты читаешь вера конечно дело хорошее но это не для фондового рынка вера может андрей сыграть злую шутку не но уверить вот какая есть как это торговый момент или вы посчитали как что ты считаешь что это акция недооцененная в общем верьте себе потому что иначе вам придется жениться на каком-то аналитике чтобы копировать его или замуж выйти да лучше самому быть аналитиком самому думать рассчитывать исследовать ну здесь я с тобой поспорю по поводу того во первых у многих людей наверное недостаточно компетенции у меня ее тоже в 2006 году было недостаточно и было недостаточно наверное еще года три-четыре а то и может быть пять вот поэтому и в то что я верил тогда в это теперь я не верю сейчас а если бы ты так бы не пошел бы методом битья шишек ты бы свою систему торговый подход не усовершенствовал бы вот и все ты бы так искал бы поводыря сказал а что сказала кречетов а что сказал димура а это путь в никуда вот так и так что я с тобой не соглашусь пожалуй ну вопрос да тут риторические спорные наверное выход из этой ситуации все-таки некоторые брокеры дают какие проводят бесплатные курсы ну хотя бы вот на бесплатные курсы к брокеру что исходить для начала хотя бы люди вообще не хотят учиться им нужны готовые решения посмотрят и кого-то ну и все и и потом начинается вот эта вера ну и вера потом он заводит конечно никто степь ты нашли когда курировал учебный центр цериха компания такая цель когда к нам никто не приходил приходили только те которые слили уже половина счета вот они приходили спрашивали а можно ли обратно деньги вернуть вот а те кто только приходил на рынок они уже были наполеоны они сами с усами никто не хотел учиться вообще но к сожалению это так и я прошел тоже через это я тогда были уже курсы были курсы у финама который через много в котором через много лет я как раз стал работать тоже когда пошли определенные неудачи я думаю ну надо пойти все-таки что-то нужно с этим делать нужно сходить на курсы и ты правильно описал я все через это также прошел я пришел думаю какую фигню они тут говорят все же по-другому тут купил тут продал вот есть гэп с утра вниз надо купить любую там практически бумагу который упал но ведь отскочит но это так не работало в общем до всего до этого нужно конечно дорасти а учиться нужно из чего-то начинать нужно договорил поговорим сейчас про фаза истине против если помнишь им постоянно то что я говорю своих каналах о том что ребята спеха никакого нету можно покупать можно не покупать но сейчас спешки покупки у фаза нету ну абсолютно да но слушай давай уж если мы про я же говорил начинаем да я высказывал другую мысль то что при такой ставки да в 16 процентов есть альтернативные инструменты которые дают деньги здесь и сейчас и поэтому лезть в офз с какой-то отдаленной перспективой я тоже смысла не вижу и в долговой рынок естественно я не заходил ну как бы такая вот история что касается дальнейшей да там динамики но мы видим то что инфляция она не показывает каких-то прям уж таких быстрых темпов снижения топчется вокруг да около ключевым моментом я думаю будет как раз вот летний период как раз высокий сезон для плодовощной продукции если это не поможет ну значит дела совсем плохие здесь на мой взгляд есть все таки немалая доля корреляции с курса рубля хоть центробанк это и до отрицает но вот здесь вот выступал бывший там по моему то ли он запрет центробанка он еще открытие возглавлял забыл фамилию задорнов забили зад задорнов ну теперь то он может уже нормально рассказывать да так как в центробанке неровно не работает вот он и подтвердил все мои вот эти вот высказывания о том что девальвация ну курс рубля приблизительно процентов на 10 дает один процент инфляции на каком-то там время слагом естественно безусловно конечно все так это и работает поэтому у нас и курса сейчас ну наверное части потому что центробанк все-таки борется с инфляцией не уходит выше там 93 50 до был один раз у нас там задерк 94 50 этот уровень там тоже существует быстренько оттуда это все дело отлили поэтому да действительно с долговым рынком пока еще большой вопрос но многие каналы активно пиарят заходите заходите будет вам счастье ну вопрос когда это счастье до случится вместо этого те люди которые действительно там заходили фонды денежного рынка не все это время ежедневно получали на счет какую-то там копейку в зависимости от объема вложенных средств да кстати ты знаешь что флоутеры они по расчетам того же новика дают доходность чуть больше чем фонда денежного рынка насколько больше чуть больше ну давай возьмем так у нас большая часть людей на фондовом рынке с депозитами до миллиона рублей ну и пол процента процент что там сильно кого-то озолотит еще раз иначе у меня концепция такая что надо иметь и то и все я же самыми фонд денежного рынка так что я никого ничего не отговариваю вот давайте покупать все все что шевелится ну можно и так да нет но на самом деле как бы подходов-то масса поэтому да действительно кому как комфортно да я ничего если по инфляции с тобой не совсем согласен я считаю что плодовощная продукция 25 дело а вот на фоне того что было прошлым летом когда резко летом значит у нас инфляция пошла наверх у нас будет эффект высокая база инфляция понизится летом спокойненько совершенно но в том числе из-за помидоров и огурцов но посмотрим я считаю что летом мы увидим заголовки от центробанка от роста то что именно вот помидоры огурцы и так бывает каждый год и этот год не это исключение о кстати вишня культиватор покупаем серега надо готовить самому уже пара тебе к и нам огурцы и помидоры у меня есть культиватор бензиновый а сейчас я покупаю электрический на всякий случай чтобы чтобы так вот это то 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 и все и были свои помидоры огурцы правильно ну давай да давай давай тогда сделаем передачу сельский час если кто помнит было такая и будем как раз рассуждать на эти темы скажи пожалуйста вот а можно засолить эти помидорчики под водочку обсуждать фондовый рынок с помидорчиками а скажи пожалуйста вот все-таки по облигациям когда настанет такой момент когда сергей скажет но ребята на старт внимание побежали покупать облигации фиксированных опоном ну когда индекс rgbi развернется тут был момент на разворот это было 19 апреля но к сожалению как бы разворот полноценный не случился и более того минимумы обновились ну не сильно намного там ушло просто долговой рынок многие люди вот честно я когда читаю комментарии я не понимаю одного то есть ну вот зашли они там рынок долго и по комментариям я понимаю что у них такой подход что купил и все и полетела и сейчас 5-10 процентов за месяц на долговом рынке на росте тела заработаешь но это так не работает на долговом рынке долговой рынок это более длинные стратегии там минимум наверх от года года и более вот так вот бегать там заниматься спекуляциями но это история не про долговой у тебя гарнитура американская apple она то отваливается то наоборот то то но это даже смешно так гуляет немножко звук кто включается то выключается гарнитура потому что ненадежно надо покупать гарнитуры который производит компания ростех вот на заводах ростеха чемизов они apple понятно тебе ну вот очень странная история да действительно я слышу что она отваливается да вот покупаю российский гарнитура их полно магазинах ростеха оригинальные ладно я сниму тогда наушники попробуем вот так ну если чехлом быть вот такой эффект как будто я возможно и ладно когда снимешь наушники скажи мне я продолжу с тобой разговор но я их уже снял то все звука не слышь не знаю я хорошо слышать тебя значит и наши зрители вот тебя будут слышать сейчас давай лучше поговорим про индекс московской биржи который сейчас немножко стала пилить туда им сюда им сюда им туда им так индекс мосбиржи слушай но по индексу мосбиржи на самом деле закрытие это произошло не в пользу прям быков но и в понедельник если я не ошибаюсь у нас будет так последний день покупки лукойла до 6 число ночи во вторник лукойл лукойла будет гэп соответственно это надавит и на сам индекс и наряд там индексообразующих бумаг пока и падать то вроде особо не на чем но и расти не такая вот история у нас по индексу мосбиржи наверное сейчас пройдут вот эти вот где-то пройдут отсечки оставшиеся там новости по дивидендам и по сути можно подкорректироваться но без геополитических каких-то негативных моментов я не думаю что индекс мосбиржи упадет там прямо слишком сильно а кстати ты обратил внимание на риторику макрона он там уже намекает во всю что там случае чего там франция то самое не будет себя нет никаких барьеров там использования оружия и тому же идут что типа франция может это и украина может запросить помощь франции прочее прочим слушая как-то слышал еще самые первые высказывания посмотрим во что это является из ситуация будет обостряться тем или иным образом фондовый рынок моменте может негативно на это отреагировать ну пока это все разговоры ну я я честно не знаю потенциал французской армии я не военный эксперт может быть там такой потенциал незначительное что это раньше франция была там 4 4 державой по экономике на континенте часто по моему под сдулась малюк нет во времена наполеона бонапарта нет вы надо голем вот когда мы там украли у них французские секреты в том числе атомные там что-то было она более такая была уважаемая точка не канале а промышленный шпионаж андрей ну да заимствовали на как как это правильно делается это заимствуется потом идет идет вперед это нормальная тема это все потом все равно мы идем вперед нормальная тема значит то есть сейчас если уровень после которого можно шортить наш рынок на индексе московской берега послушай мы шортить вот на шортах очень много людей полегло в прошлом году вот это вот привычка что-нибудь пошортить она приводит к потерям и причем очень серьезным если допустим вы стоите под какой-нибудь идею в ланге да там в моменте может быть просадка в каком-то да там каком-то временном отрезке то шорте могут вынести так что костей не соберешь нужно еще учитывать что шорт это все-таки маржинальная позиция вы платите комиссию за шорт и соответственно ну как бы ты знаешь история такая еще ну если вы на рынке не работаете как минимум лет пять-семь-десять но лучше этим вообще не заниматься особенно лучше этим не заниматься по наводке каких-нибудь публичных ресурсов иначе можно застрять так что мама дорогая потерять очень много денег мне очень много отзывов на моем youtube канале именно вот по таким моментам где люди послушав кого-то что там шортили доллар когда он рос шортили золото еще там много чего шортили вместо того чтобы ну как бы по этим инструментом стоять в лангах ну или как минимум вообще да я с тобой полностью согласен что у нас вы правда грамотные подписчики они будут если они будут шортить так они будут продавать фьючерс на индекс московской биржи на мине они будут то есть по акциям тоже будет через фьючерс реализовывать свои идеи если будут конечно вообще это против логики шортить бычьи рыбы ну допустим есть акции которые много денег можно было заработать на шорте там мечел или новотек если вы до кабыри до во рту росли грибы вот на самом деле ну почему я уверен я уверен это все немножко по-другому выглядит да мне честно говоря все равно все равно мне больше интересует его мнение по мечелу потому что тоже непонятно вот и покупают люди на каждой остановке мечелу потом у меня спрашивают а что дальше делать а я не знаю что делаешь ну что делать дальше мечел распиарила одна компания из трех букв бкс что ли бкс бкс что ли не знаю вот и когда это уже превратилась стала таким мейнстримом у меня тоже в телеграме было много вопросов и ты знаешь но я пытался объяснить людям то что весь этот рост он зиждется только на вот этом сокращение долга но на самом деле как бы если копнуть поглубже то менеджмент его эффективность управления компания оставляет желать лучше а сам ну так было так есть к сожалению так остается плюс ко всему вот это вот надежда на дивиденды да в мечели тоже это пытался объяснить что у компании все еще большой долг да он сокращается мы в такой ситуации платить дивиденды наверное не совсем правильная история вот и плюс ко всему последние два отчета которые выходили но они показали не очень красивую картинку и технические акции мечела что префы что обычка вышли на медвежью территорию вот сейчас они там и торгуются друзья поскольку у нас сергеев и человек интеллигентные деликатный напишите пожалуйста что он имеет в виду три буквы трдв или бкс я читал бака если вот но может рдв ну напишите просто я не знаю о чем он говорит какая компания на три буквы я просто затрудняет сказать рдв или бкс лукойл значит ты уже поминал лукойл вот ну там все шикарно на графике лукойл на самом деле да шикарно но здесь будет вопрос как быстро закроется дивиденды гэп люди сейчас впечатлены тем что раньше особенно последний дивиденды гэп лукойл закрывался ну там вообще часть его выкуплена была очень быстро и дальше потихонечку лукойл там поехал наверх да но нужно понимать тот факт чем выше котировка она обновила за реческие максимумы тем наверное дольше эти дивиденды гэпы скрываться это тоже нужно понимать здесь нельзя прямо под копирку делать вот такие исторические параллели что вот в прошлом году быстро было относительно закрыт дивиденды гэпа в этом значит тоже так закроется нет это не всегда так работает а ты будешь покупать лукойл на дегапита скорее всего нет потому что стоит он уже далеко-далеко не дешево просто понимаешь в чем фишка безусловно там брокеры банки аналитики этих банков и брокеров рассказывают ну периоде с завидной периодичностью на обычном рынке что upside есть upside есть исторический максимум пройдет upside все равно есть но я помню эту феерию в 2008 году про апсайды вот я ни в коем случае сейчас не хочу сказать чтобы повториться 2008 год но на каждом бычьем рынке вспомните чуть вот поближе потому что 2008 году не все торговали 21 год там столько апсайдов людям понарассказывали что до сих пор народ сидит и ждет этих апсайдов да я помню когда 2008 году уходил из компании от он мне там наговорили что начинается расцвет фондового рынка какой-то рига ну давай давай через какое-то время все плакали кровавыми слезами на на американском рынке аналитики западные перед как раз преддверии 2008 года я помню до сих пор эту фразу рано вбивать гвоздь в крышку гроба американской экономики да у нас два лидера роста за неделю это сургут и а новолипецк еще я помню вот что ты думаешь по поводу этих акций по сургуту по обычке ничего не думаю потому что это код который ходит сам по себе мне тоже в телеграме много вопросов про сургута вот какие мысли по сургуту еще раз вот хочу и твоим подписчикам сказать спросите у тех кого вы слушаете обоснование ну по каким фундаментальным обоснованием ходит обычка если вам скажут что там напрямую зависит это все от курса рубля ой ну киньте в него камень потому что посмотрите наложите динамику курса рубля и сургута обычки поймете что это не так нам какой-то хаотично просто происходит движение по технике отрабатывает уровне все хорошо в этом плане но фундаментал привязать это как бы там невозможно по префу в июле будет отсечка традиционная и людям недели за две до отсечки а то и за три нужно подумать о том чтобы из бумаги ведь потому что вот дивиденды префа сургута не будет закрыт месяцев это к 78 год а может быть и больше ну понятно а новолипецк а по новолипецку там по сути складывается какая ситуация есть у нас северсталь которая обновила свои исторические максимумы на объявлениях вот как раз долгожданных дивидендов ну и новолипецк тоже дивиденды обновил но исторических максимумов своих еще не достиг наблюдается в бумаге определенная перекупленность возможно ее будут снимать быковиком возможно в виде какой-то коррекции вот но в принципе там апсайд есть что единственное напрягает в новолипецке то что по мультипликатором новолипецка по текущим ценам получается дороже северстали а это рынок это рынок это спекуляции и здесь как бы еще на фоне опять же вот десяти процентных там десяти процентов их доходности это безусловно будет оказывать поддержку бумаги в отличие от ммк который дивиденды оказались достаточно слабенькие бумагу неплохо так пролили у меня тоже было много вопросов по магнитке на магнитку я еще недель две-три тому назад продал и больше пока в нее не возвращался понятно но у меня последние две недели только две сделки было это а строку купил вот и чужойщик купил а новотек и как вообще к новотеку то относишься ой андрей ну к новотеку я отношусь негативно вот негативно по одной простой причине масса была не очень хороших до новостей американцы уже не скрывает то что они будут всеми силами препятствовать развитию нашей спг отрасли но это не очень конечно хорошо дивидендов там каких-то особых нет и по сути ну то что бумага там с хаёв неплохо скорректировалась на мой взгляд это еще не повод покупать но это мое мнение я его не покупаю разворотной информации там нет пока и не пахнет и честно говоря я пока в обозримой перспективе не вижу каких-то позитивных там драйверов чисто фундаментально если они появятся со временем ну да тогда я и поменяю свое мнение и техника покажет развороты и тогда можно конечно но до тех пор пока это что-то не хочется да потому что мне кажется что это показывает практика на фоне каких-то негативных фундаментальных моментов бумага может стагнировать очень долго ну как максимум это там продолжит снижение да как минимум впасть в какой-то очень долгий боковик с этим нужно разбираться здесь нужны какие-то позитивные разворотные моменты фундаментальные так и технически я хочу говорю держать держу деньги в новотеке совершенно свободен а то есть совершенно свободен душой и спокойно аэрофлот потому сейчас пишут что вот российская отрасль она не вошла в режим краха на что западники ждали краха от авиаутрасли все хорошо все преодолевается все же без ты что думаешь по поводу аэрофлота ну с месяц назад мы с тобой уже эту историю обсуждали то есть эффект низкой базы это 1 и 2 это сезон отпусков вот это вот пока и поддерживает котировки аэрофлот единственное что максимум с которого аэрофлот скорректировался это и есть локальный пик там технический уровень находится чуть-чуть повыше но не знаю вот только все вот это вот вся тема с с высоким туристическим сезоном пока атака отчеты не очень хорошие афлота и понятно отрасль сложная не сильно маржинальная скажем так с другой стороны но в тех условиях в которых мы сейчас находимся ну да все таки зарабатывает до зарабатывать он вернется на 200 нет куда насколько на 200 ох нет но слушай давай так может быть когда-нибудь вернется но сейчас про 200 без нормализации геополитической обстановки наверно говорить абсолютно не приходится и те 200 до которые были по моему там была история вот как раз стран сайра чтоб тип того и такой был спекулятивный выплеск там в район 200 в те времена я уж точно честно говоря не помню но про 200 пока думать рано да если будут сняты в какой-то перспективе снял санкции мы замеримся там западом опять иностранные воздушные суда начнут летать через нашу территорию аэрофлот с этого будет получать роялти и все такое прочее ну да безусловно это будет позитив а вот сейчас вот про 200 говорите и даже когда это будет я честно говоря не возьмусь не что-то смущаешься за счет замерения западом немножечко ты не ты не говоришь что мы выиграем они выплатить нам контрибуции ты постоянно послушай замерения говоришь давай не делал ролик на своем youtube канале с названием когда закончится и своего я не естественно никто точной даты не знает но есть определенные да предпосылки предпосылки когда это закончится это наши какие-то серьезные подвижки победы на фронте вот это будет приближать вот как раз окончание всей этой истории понятно тебе кажется что вот интересная акция потому что она техничная она технично и честно говоря я с точки зрения техники видел начало этого роста но побоялся туда заходить потому что ну фундаментал как бы оставлял желательно вот я не очень люблю покупать бумаги которые в которых идея обусловлено вот надеждами на то что да это высокий сезон да они там заработают да там еще что-то я люблю как-то более скажем так серьезные обоснования виде там двузначные дивидендные на доходности ну или еще что-нибудь типа в этом духе понятно я когда мы так поспорили с орловским насчет аэрофлотом ему сказал что я купил во время интервью я получу прибыль он потом это как-то воспринял ему на небе нет но это в моменте понимаешь что она то была дешевая получил прибыль моменте да я же не говорю что я фанат аэрофлота просто сказал что вот я вот покупаю всегда в моменте на рынке есть же два несколько до подхода да есть 22 основных торговля вот действительно какие-то фундаментальные вещи да интересные и торгуем обыча просто потому что там выросла или упала опираясь там кое-как еще на тех и закрывая блоки или тоже на прошлой неделе рост хотите купить в долгосрочный портфель ну вот вопрос да если сергей мне порекомендует у меня лимитом по сергея на киеве пожалуйста рекомендуешь какие купить но нет конечно андрей но почему но люди в комментариях с работки водки я там заработал те кто работает по такому принципу рано или поздно потеряете понятно втб ну втб втб опять же фундаментал фундаментал так себе соответственно и роста мы не видим с прошлого года втб как ушел на медвежий рынок да тут были определенные попытки выхода на бычий но это я чисто по технике вот смотрю на фундаментал все равно берет свои нет дивидендов но мани на ухани вот такая вот история и поэтому особо желание втб покупать наверное у рынка нет но с другой стороны есть и позитивные моменты у банка втб все-таки банки зарабатывают ну сбер понятное дело зарабатывает больше всех в дб тоже по сути по тем отчетам которые он предоставлял там тоже все более-менее неплохо но зачем кто их за язык тянет периодически делать акцент на том что они не будут платить дивиденды да они периодически это прямо знаешь такое ощущение как будто специально про это рассказывают но естественно как бы народ и не хочет покупать но с другой стороны здесь можно определенную аналогию провести с сургутом обычкой вот которая там в какие-то периоды времени до моменты начинает там взлетать но вот втб что-то нечто похожее только здесь фундаментала побольше то есть есть на что опереться поэтому ну вот такая вот история я много раз говорил что если вы выбираете банковский сектор из ликвидного то что есть у нас на рынке сбербанк втб покупать цену наверное не стоит я имею ввиду сейчас про тех кто покупает бумаги именно в портфель они спекулируют там бегают 1 поля будет технический момент по втб ну значит можно и подзайти сейчас вот как я уже сказал она находится на территории медвежьего рынка граница на закрытие пятницы находится на уровне 002 37 сергей что нового часы грамм-канале грамм-канале ты знаешь вся эта история с газпромом очередной раз такая феерическая рекордный убыток с 99 года вот я порылся в своем ютюбе и нашел два ролика от октября по моим 22 года и не помню там что-то там из 23 где я подробно рассказывал про газпром про его перспективы но народ то у нас как он не шибко любит заморачиваться вот и долго слушать особенно знаешь ой что такое длинное видео зло и много чего-то буков еще чего-то ну вот как раз и опять же всегда же интересно посмотреть что ты говорил там два года назад да и как это было реализовано вот в телегу я как раз эти две ссылки на эти ролики и скину там буквально про газпром два раза по пять-семь минуты и ситуация ничего не меняется так что люди могут зайти посмотреть подписаться да кстати некоторые люди вот у нас сейчас вышли данные по росту российской экономики некоторые люди не понимают а как же газпром там написано рост российской экономики а как же газпрому ну а при чем здесь газпром и рост российской экономики для этого нужно наверно понимать а на чем вообще у нас происходит рост российской экономики да в целом ну безусловно в лидерах это наш драйвер один из драйверов до впк часть это стройка была ну и так далее и так далее но естественно бюджетный индекс поэтому все здесь логично металлообработка то металлообработка до росте экономики бывают ведь аутсайдер это тоже нужно понимать вот я еще раз для тех кто задает вопрос а как же газпром вот рекомендую зайти в телеграм и вот по перейти по ссылкам на эти два видео